3 июня в Ростовской области отключат аналоговое телевидение. Чтобы черный экран не стал для жителей города неожиданным сюрпризом, десятки людей все это время вели большую подготовительную работу. Всеми проделана уже достаточно большая работа, но все равно есть опасения. Потому что другие территории, другие области, края, которые переходили, делали аналогичный переход с аналогового телевидения на цифровое, они столкнулись и сталкивались с рядом серьезных трудностей. В целях организации мониторинга и своевременного реагирования на возникшие проблемы в муниципальном образовании проводится работа и обеспечивается размещение информационных материалов в местных средствах массовой информации на социальных объектах МФЦ, администрации, муниципального образования, территориальных отделов по работе с населением и информационных стендах. Приезжаем туда с волонтерами, а у них ни приставок, ничего нет. То бишь, без толку мы выезжаем, теперь телевизор есть, но ни антенны нету, ни это. Но у большинства, я сразу говорю, у них есть цифровое телевещание. А цифровое телевещание – это видеокарта, вот это стоит, Триколор, МТС и другие компании, Ростелекумовские, оптиковолоконная связь в многоквартирных домах проведена. Так что у них есть, только у некоторых есть желание еще как на кухне поставить. Вот у них в каждой комнате телевизоры, они на кухне хотят бесплатное поставить. Да, это нормальное желание. У нас на сегодняшний день розданно порядка 8 тысяч буклетов. Это продукция по схеме подключения и предупреждения. Также в центральном офисе и в ТОСПах размещены информационные листовки везде, по четвергым офисам и по центральному. И в центральном офисе у нас на экране в зоне ожидания транслируется постоянный видеоролик. У нас в городе 20 организаций торговых, которые реализуют приставки цифровые. С ними мы работаем каждую неделю, из них 8 магазинов крупных торговых сетей. Диапазон цен приставки от 750 рублей до 3,5 тысяч. Основной упор, который мы разъясняем этим организациям и мониторим, это на то, что первые три дня после отключения аналогового совещания они должны иметь запас цифровых приставок, они должны быть пиковый спрос просто на них возможен, о недопущении случаев реализации оборудования с устаревшими техническими характеристиками, дабы избежать волокиты по защите прав потребителей, и о пополнении запаса оборудования в связи с прогнозируемым спросом на него. Эту работу проводим во время собрания с населением, во время схода. Там также поступают эти вопросы, вплоть до того, что приходится нашим специалистам подсказывать, где необходимо приобрести точно так же, и как кому обращаться, кто может помочь в установке этого оборудования, чтобы оно нормально работало. Волонтеры отдела по работе с молодежью оказывают жителям города помощь при переходе с аналоговой на цифровое телевещание. В апреле месяце делегация города Новошахтинска в городе Новочеркасске приняла участие в семинаре по обучению данной проблемы, и после чего совместно с отделом транспорта, связи и дорожного хозяйства волонтеры у нас прошли также обучение в здании управления образования, где мы их научили, рассказали и при видео, по всем памяткам, как стоит подключать при переходе с цифрового на аналоговое телевидение. Общий охват получился у нас 1671 человек, это 1416 получателей социальных услуг и 255 сотрудников. Полностью информированы под роспись, розданные памятки, оповещения мы делали в декабре 2018 года и в марте 2019. Я очень вас прошу сделать последний бросок и выполнить поставленную задачу. Мы с этим справимся с вами, но, естественно, после 3-го числа, которые будут возникать вопросы, надо их решать оперативно. И если 3-го июня у вас вдруг пропал телевизионный сигнал, позвоните по телефону 207-65 или 271-38. Вам подскажут, что сделать. Продолжение следует...